Перед началом игры на стадионе торжественно открыли памятную стелу, посвященную предстоящим матчам Кубка Конфедерации Чемпионата Мира. В церемонии участвовали официальные гости, а также посол Чемпионата Мира 2018 Сергей Светлаков и официальный талисман мирового футбольного первенства «Волк Забивака». Этот стадион, который подарил нам прекрасные церемонии открытия зимних олимпийских игр, закрытия паралимпийских игр, открытия и закрытия, здесь состояло чествование наших блистательной завершающей победы на олимпийских играх. Сегодня мы его возвращаем в лоно футбола. И для нас это большой праздник. У нас в стране, на юге России, в этом замечательном парке олимпийском появляется современный футбольный стадион. Мы находимся сегодня уже на легендарном стадионе, легендарном стадионе нашей спортивной, новой, новейшей олимпийской России. Я надеюсь, что сегодняшний стадион, сегодняшний матч продолжит вот эту славную традицию этого стадиона побеждать. Первая игра на обновленном стадионе «Фишт» прошла с полной загрузкой спортивного объекта. На исторический для Сочи матч за несколько дней было продано 40 тысяч билетов. Большинство болельщиков заранее прибыли на стадион, как это было рекомендовано местными властями. К началу матча трибуны были практически заполнены. Многие отмечали, что после реконструкции «Фишт» стал одной из лучших в мире футбольных арен и при этом не утратил своего олимпийского озвучания. Конечно, впечатляет. И реконструкция была на открытии олимпиады. Совсем другой стадион. Такая массовая энергетика колоссальная. То есть мы приехали на соревнования с детьми. Зрители не только увидели захватывающий матч, но и протестировали основные сервисы стадиона. Входные группы, безопасность, организацию питания, навигацию. После реконструкции стадион по-прежнему отвечает всем нормам доступности для инвалидов. С этим согласна и Дарья Шведова, которая приехала на матч с супругом из Москвы. Говорит, сейчас с семьей принимают решение о переезде в Сочи. Мы именно поэтому и хотим думать о переезде сюда, потому что Сочи очень удобен для инвалидов. Это правда. Я приятно удивлена, потому что и при входе, хотя там очень много народу на нас пропустили, в определенном месте, где это было возможно, без очереди. И здесь все приятно помогают. Волонтеры показали, где мы можем подняться. Тестировали в день матча и городскую инфраструктуру. Уже совсем скоро в Сочи пройдут матчи Кубка Конфедерации. И важна каждая деталь. Чтобы перевезти зрителей по маршруту Сочи, Олимпийский парк потребовалось 260 рейсовых автобусов, которые ходили до часа ночи. Допоздна работаем, до 12, до часу ночи. Таким же интервалом каждые 5 минут ездим. Были введены и дополнительные ласточки, которые отправлялись каждые 15-20 минут. За три года с момента проведения Олимпийских игр в Сочи привыкли к внутригородскому железнодорожному транспорту и оценили его преимущества. Электричка у нас очень удобный вид транспорта с Олимпиады. Мы периодически посещаем все мероприятия именно на электричке, потому что ни пробок, ничего, времени 40 минут затратили. Мы давно не были на таких больших мероприятиях в нашем любимом парке Олимпийском. Поэтому сейчас такое настроение олимпийское вроде бы, потому что мы все это прожили и сейчас как будто бы заново. Работу общественного транспорта координировали в городском штабе. Здесь же следили за работой медицинских служб. Во время матча дежурили 20 бригад скорой помощи. Особое внимание уделили вопросам обеспечения безопасности, которую осуществляли сотрудники правоохранительных органов и казачества. Зрители матча в парке приветствовали городские волонтеры. Их легко было узнать по ярко-зеленым жилеткам и доброжелательным улыбкам. 300 добровольцев, в том числе волонтеры серебряного возраста, направляли зрительские потоки к стадиону и в обратном направлении. Работали и на парковках. Еще 200 федеральных добровольцев Оркомитета внутри стадиона. Мы являемся городскими волонтерами, которые направляют людей к стадиону, чтобы не заблудились. Мы их встречаем, помогаем сориентироваться. Следующий тестовый матч на стадионе «Фишт» пройдет 2 мая. Это будет финал Кубка России по футболу. Татьяна Говоркова, Ольга Десятого, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.